всем привет меня зовут роман переборщиков вместе со мной игорь тирский мой соведущий очень приятно и сегодня в гостях у нас дмитрий победенский физик выпускник фото и автора популярного канала физиков победенского и автора в ночи популярной книги только физик только хардкор при дима привет сегодня мы хотим поговорить с тобой немного физики и а тебе да давайте первый какой-то вопрос был да не то чтобы вопрос просто вот сейчас мы все находимся в этой самой пандемии и люди начали все смотреть можешь сказать онлайн увеличился намного трафик ты ощущаешь то что вот после ну не знаю марта двадцатого года твои ролики стали смотреть гораздо больше людей чем раньше и вот это увеличение но не связано с проникновением интернета в общую аудиторию то есть что на же общую аудиторию интернет растет и был ли скачок то есть больше людей стало смотреть научно-популярные ролики по физике потому что сейчас все школьники на дистанционке там и все прочее то есть это как-то влияет на просмотры ну вот конкретно я особо сильно не заметил потому что я это связываю с тем что увеличились просмотры в целом и тут приходится конкурировать еще и с большим количеством видосов и других есть и тематик и у меня какого-то прям резкого скачка не было но в принципе в прошлом году во время когда первая волна еще было там я сделал три довольно таки удачных ролика которые очень хорошо зашли и но я не связываю это с тем что это из-за пандемии ты за хороших тем прежде всего сколько у тебя сейчас подписчиков если брать не только youtube канала все социальные сети а миллион 330 тысяч и это в ютюбе а в остальных там по 20000 общее количество просмотров твоих видео на тоже если брать и youtube и другие платформы для этого на ютюбе выкладываюсь потому что становится только на эти беда все скотчищу не ну мало там есть другая слава и классиках жена линия не на самом деле 1 классике это отличная сеть нет скоро все будем там но на ютюбе потому что я пробовал и делать статьи над зене и собственно и писать какие-то другие там напекабы даже стать и писать и выкладывать и вконтакте отдельно но самое такое эффективное конечно же продвижение роликов идет на ютюбе до сих пор сколько там суммарно вот я не помню точно ну там сколько-то миллионов мы посмотрели 100 миллионов получается это довольно много это можно сказать один просмотр на каждого практически взрослого жителя россии нет аж повторяются это непонятно естественно конечно же зритель непонятно скале конечно меньше много но вот твои ролики я посмотрел весь плейлист ну не весь прямо не все ролики конечно ну там какие-то ролики интересные посмотрел но все интересные мне вот зацепил зацепились картинка зацепилась вот и название но самое интересное я отсортировал их по просмотрам и самый просматриваем ролик для по математике хотя канал про физику почему так как ты думаешь потому что людям интересно я стараюсь брать темы не исходя из не из учебника физики условно говоря что а вот сегодня мы будем берем тему оптика а что там есть интересного в оптике а сегодня тема электричества до открывая параграф смотрим ну может быть что-то можно снять нет я беру темы из повседневной жизни как раз таки вот там вышки 5g там сжигает на мозг или нет что ты с математики непонятно почему на 0 делить на ноль и почему нельзя делить на 0 уже было занято уже ролик уже куча об этом снят а вот про степень почему-то никто не говорят о интересно и так далее я снимала про геномный инжиниринг я покупал рыбок который светится в ультрафиолете что еще делал баллах да я прям поехал меня нет никаких не овощения домашних животных потому что это конечно прикольно но это дополнительно какие-то сложности со съемными квартирами это вообще еще сложнее и поехал купил этих рыбок в пакете каком-то купил аквариум для них а потом куда их девать а потом еще два дня ходил по разным магазинам и предлагал возьмите рыбок по зоомагазинам надо было в школу как они сливать их в унитаз когда я просто спросил у меня к вариме сте знакомы типа куда их деть вот когда в магазин потому что некоторых могут принять если они там не заболели ничего то могут забрать конечно но я нашел в итоге отдал кому-то их продали наверняка и так далее так далее конечно же большая часть моих интересов связан с физикой с космологией с технологиями но бывает такое куда-то меня улетает другую сторону про музыку про ноты я делал ролики про опять же про про выборы но потому что все тоже плюс-минус близко к математике да все что близко к математике тоже конечно же мне интересно в этом углубиться и рассказать проект а сколько лет тоже ведешь блок 7 лет получается с 14 года и с чего так скажем с какого количества просмотров ты вообще начинал то есть это в какой момент спустя сколько лет тебя был в миллион миллион чего подписчик подписчиков ой спустя наверное там шесть лет у меня по миллион подписчиков по сути совсем недавно мира подписчиков я был год назад до гнук год и там три месяца ты говоришь помогла ли пандемия но да то но там ролики удачный просто ролики про вирус ролик про 5g и ролик про теорию струн блин ну это прям оказалось что это прям комбо вообще то есть это что-то фундаментальное что всем я думаю что про теорию струн все забыли вообще оказывается это вечная тема вот как а вот теория струн ладно а есть еще теория относительности и есть очень многие на ютубе блогеры всякие там типа не будем называть их здесь которые считают что это все фейк и выдумка и эти теории лживые и довольно много у них просмотров даже до миллионов доходит и вот как ты думаешь с чем это связано вроде бы в школе ты немножко касается этой темы и физику вроде школе все изучают но все равно очень много вот таких же лженаучных видео о том что эти теории неверные что даже не будем касаться теории плоской земли это за совсем другая тема и но вот почему такое происходит как ты думаешь но это вообще какое-то частное проявление наверное конспирологии того что вот вокруг есть какой-то вселенский всемирный заговор до каких-то масонов вы каких-то тайных корпораций а и я сейчас такой вот умный сейчас вам все объясню что на самом-то деле нас обманывают но наверное так просто люди стремятся найти какое-то простое объяснение вещам которые они не понимают и вот находят в таких вот они столкнулись с тем что теория относительности сложна они не могут в этом разобраться начинает сказать другие а это интересно то что об этом говорят это на слуху начинает сказать другие способы это понять находит вот такое наверное так они пытался ли ты но знаешь так как у блогеров есть достаточно большая свобода для креативного взять снять видео про ту же самую теорию относительности разобрать какие-нибудь ее сложные моменты которые как раз ну как называется уже попадают под термин новая физика то есть момент который не совсем вписываются в существует до в классическую теорию и назвать видео из разряд там теория нет да там они ошибались теории относительности врет на что-нибудь наподобие то есть сыграть на противовесе то есть привлекая именно аудиторию которая идет за хайпом и такими открытиями в кавычках к привлечь в общем условно как книги панчина до называется про темное искусство стоит на полке с эзотерикой но книжка совсем про другое по сути обмануть ожидания которые ждет что там будет фейк ну или разблаживаешься вы пользуясь таким приемом в целом да в целом такими приемами не то чтобы целенаправленно пользуюсь но какие-то до в рассказу в роликах что а вот здесь вот современная физика там не знает что с этим делать допустим там темная материя это за границами стандартной модели чувствовать этим делать непонятно как это исследовать тоже неясно ну там сложно это в любом случае тоже слова взаимодействующие частицы и ну тут вот такое дело что а что получается мне рассказывать разводить руками или рассказывать о гипотезах а гипотез этих там вообще вагона маленькая тележка но стараюсь к наиболее какие-то адекватные выделить но тут другое дело что если говорить о каких-то адекватных гипотезах то зачастую они не то чтобы какие-то яркие такие и не и они далеко не простые как правило в них еще надо разобраться углубиться понять это действительно там существует какая-то одна статья по этому поводу где-то как он там на архиве валяется вот я нашел или же это действительно всерьез обсуждается научном сообществе я ведь не то что прям так кручусь среди физиков которые вот занимают который на на передовой так сказать поэтому мне приходится очень много времени уделять именно проверки информации вообще и тому что это кто-то один там придумал дает статья там существует в единичном случае или там это цитируется как ты это получалось ли так что в принципе про твои взаимоотношения с вот этим упрощением научной информации то что ты как ты ищешь какую-то золотую середину между упрощением и популярностью контента у вот этот хороший вопрос есть два типа вопроса дохожа интересный да это хороший хороший интерес вот действительно нужно упрощать да да понятно без этого никак ничего не объяснишь это относится не только к научпопа относятся вообще и преподаванию вообще к любому донесению информации особенно физики стараюсь я стараюсь все довести до какого-то механистического подхода условно говоря вот я делал ролик про эфир про а про да про эфир и краски эфир вот этот который в конце 19 века будет концепция это что вокруг нас летают какие-то шарики и переби переносит и возмущение этих шариков это собственно это световые волны электричество электромагнитные волны и так далее а теория ферующего в античное время появился или тогда это иное значение ну на самом деле мне кажется слово эфир насколько понимаю но в разные времена имел разные значения сейчас эфир это какие-то химические соединения например да и радиоэфир и перенос на смысле кстати радиоэфир и так с тех времен это когда еще считали резал радиоволны да они распространялись в некой светоносной среде в субстанции и говорили мы в прямом эфире имея ввиду этот эфир серьезно прямо на полной серьезе единственное что но когда радио развелся начале двадцатую а вот только тогда в начале двадцатый век физики уже отказались от к концепции эфир катер относитесь привез а собственно до слова то осталось как-то в и вот стараюсь но сейчас конечно же физика не оперирует такими понятиями то есть сейчас это что у нас есть квантовая теория поля до который описывает квантовые поляки наполняющие понятие там энергии вакуума понятие искривления пространства это все не материальные какие-то вещи что нельзя пощупать условно говоря что-то более такое абстрактное и вот этот уровень абстракции он сложен для понимания поэтому я стараюсь как-то это переосмыслить и перевести вот в уровень того что это что-то можно пощупать что-то можно представить себе в виде шариков палочек крючочков каких-то когда дохожу до этого уровня все на этом остановлюсь был лишь так что ты отхватывал от каких-нибудь серьезных физиков критику за то что ты пудришь людям мозги они рассказываешь так скажем настоящую науку вот такого не было я знаю что даже когда приезжал на физтех я думаю что сейчас вот меня на физтехе там скажут подлетит мне нет нормально все собственно говоря что классно объясняю но у меня я просто большую часть времени и сил и энергии краски и трачу на написание сценария они на там на съемку там постпродакшен да у тебя ролики редко выходят ну когда вот сейчас в разом месяц может там рада вот сейчас из-за того что краски я долго в этом всем разбираюсь чтобы какие-то нормальные аналогии придумать за которые мне потом а вот твой контент если взять youtube он направлен на что именно на развлечение на популяризацию на образование то есть просвещение это какая деятельность как ты считаешь главная функция этого канала или ты не задумываешься об этом ну прям вот конкретно миссия цель конкретно меня спрашивают про миссию какую-то чем пристали своей миссии вообще мне кажется большинство людей делать что просто нравится да то есть да если делать что что нравится если есть ты еще и будет полезно людям то вообще отлично то есть ты получается тоже кайф собственно делать но мне кажется в первую очередь это надо делать так чтобы там не перегореть чтобы не быть заложником какой-то своей кану какой-то конкретного направлении потому что сейчас действительно так тяжело от меня физик физик это там а за семь лет но у тебя нет еще такое что-то такое боже мой в глаза уже не могу смотреть на все эти формулы но на самом деле бывает такое что какую-то тему беру и начинаем не копаться потом такое были на эш про это рад как тоже в каком-то ключе рассказывал уже про это уже как-то не интересно рассказывать про это начинаю копать в другую там сторону а там не так интересно оказывается ну бывает такое что трудноватенько найти какой-то прикольный материал да и вот получается у тебя больше миллиона подписчиков тема физика она довольно такая сложная узкая тема и особенный в русскоязычном сегменте вот если взять например весь youtube да там мы знаем минут физик да есть такой канал там где рисует физику за минуту есть веритасиум да вот может быть знаешь конечно вот есть еще другие разные каналы они популярны на весь мир но у них не так уж и много просмотров на самом деле там может быть 10 миллионов набираются у роликов а ты на кого-то ориентируешься на может быть ты знаешь в российском ютюбе какие-то хорошие каналы по физике ты смотришь ты перенимаешь опыт или ты сам генерируешь этот опыт можно сказать чтобы люди приходили сказать вот здесь эталонно есть все остальное вот как вот например веритасиум да это в западном ютюбе можно сказать это эталонный канал по физике да вот если там что-то рассказывает значит там все будет корректно правильно там будут ученые этом там быть все идеально вот есть у тебя такое ну как эталон наверное на самом деле я начинал я насмотрелся висоса есть такой именно майкла стивенса также и вот он конечно мастер выбирать какие-то темы который прям вау но там про такие совершенно в лоб и очевидные были там что если просверлили дырку там в земле и привет нее что если все люди подпрыгнут одновременно там почему мы чихаем и так далее и вам наш было ведь откуда появилась луна то есть прямо таки прям но это когда еще потом лет семь назад вообще их были времена просто берила любой вопрос и пасти даже не только просто не был ответ на эти вопросы сейчас там не знаю вобьешь там почему сопли желтые там тебя сразу несколько будет вариантов ответов вообще почему это так и ты вот и уже нужно как-то исхитряться как ты чтобы было интересно да вот соответственно что касается эталона какого-то когда он я себе какой-то стайл то наверно тут весос может быть немножечко веритасио но сейчас весос вообще он ушел в какой-то там числе не entertainment практически туда что-то такое он делает чуть-чуть другое и классными получается но это не смотрю а российских российские одну такого но тут такое что я захожу на в аналитику и там есть список каналов которые смотрят мои подписчики кстати да и принципе можно приблизительно понять ну портрет аудитория стара можно выразиться да в принципе там ничего такого собственно всяких инсайтов да нету то есть там это и топ-лис и утопе шоу и химия просто и шарифов весь наш такой можешь сказать весь топ популяторского ютюба ну да такие популяторский youtube который такой молодежный формат услуга потому что есть там допустим и постнаука да вот да это уже такой вот такой level собственно да и в принципе ориентируясь на то что представить себе представить ребят этих кто смотрит меня как-то вообразить на лекциях да где-то смотрю вообще что за ребята и пытаюсь как-то на их языке говорить это посматриваем то есть ты на самом деле про российский именно youtube в плане физики вот я знаю только еще один канал где можно еще более-менее интересно про физику узнать ладно вру 22 канал остальные обидятся это просто два единственно более менее популярны может быть но есть какие-то совсем маленький алисе что но это я не про название просто про количество что очень мало и в этом плане действительно ориентироваться мне кажется в российском ютюбе вариантов нет это может быть я думаю то что очень многие корочки смотрят контент дима и думают что блин вот то к чему надо стремиться вот не знаю но допустим например а мне допустим мне нравится посмотреть ролики дани крастера где он там делает из какого-то с какую-то бревна какую-то гитару например да да он там начинает объяснять как работает звукосниматель просто ужасного разотвратительно объясняет но тем не менее как-то там что-то и делает и прикольно счет получается просто какой-то экшен какой-то интересно или там другой чувак по моему хамстер тайм по-моему называется он у него как у сливки шоу этот кошка это вот есть такая с пятнами так и у него хомяк там постоянно в ролике появляется и он тоже что-то делает мастериц он алюминисцензию делал какой-то рентгеновский аппарат камеру вильсона вот то есть есть очень много таких дева и чуваков которых вот например интересно смотреть я понимаю что аудитория тоже смотрит в плане вот то есть вряд ли они наверное разбирают там про темную материю ну какие-нибудь совсем сложные физические темы я бы я не видел эти каналы поэтому я просто предполагаю то что наверно они немного другого это это как раз и очень хорошо что для каждой аудитории расскажи вот про другое ты сказал что как было здорово от когда только начинал вот расскажи с чего собственно начинал для чего с чем вообще ты решил почему завести этот канал чем-то вообще тогда занимался когда катился да да это часто рассказываю короче я просто был преподавателем по физике я готовил школьников к егэ на частных курсах и собственно в какой-то момент заметил что что-то дети у них как-то энтузиазм пропадает хотя это курс это предмет по выбору это не математика или русский который там обязательно задавать но все равно они там и домашку не делают это чё то есть они сами выбрали физику да но при этом счет и поэтому поначал как-то увлекать их и мы там всякие опыты делали хотя этого нету в программе егэ то есть нам бы как бы готов по готовиться бы за задание порешать быть задачи какие-то но без какой-то подзарядки такой эмоциональной это делать очень сложно и мы я покупал какие-то я нашел где производят оборудование для опытов для лабораторных работ в о.г. или ге-то дальше назывался ну вот есть для девятого класса для одиннадцатого и в одиннадцатом классе там физика экзамен это просто если сидишь и решаешь а в девятом классе там есть лабораторная работа я вообще обалдел что там какой-то лоток и там какие-то грузики там всякие какие-то там рычажочки нужно собрать установку произвести там измерения какие-то записать это это проверяем и собственно есть фирма в подмосковье которая собственно производят вот это там лицензированная какая-то и я нашел я приехал на производство там сидят женщины наматывают прям реально вручную эти катушки какие-то можно вас купить вот это все так в рознице таки можно закупил кучу всего не мы делаем опыта там всякие обсуждали собственно чтобы с человека в черной дыре там умрет в космосе убивает ток или ток или напряжению то есть ты понимал с учениками те же с темы которые потом начал да 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 и в самом начале это было такое что я просто отвечал на вопросы которые мы обсуждали которые наибольший интерес вызывали у ребят на занятиях то шаровая молния что такое это тесно работ было да в какой момент основным заработком стал именно канал ну или бренды не знаю как ну года через два или через полтора это очень быстро вот возвращаясь к тому что ты рассказывал про увлекательную можно сказать физику если взять посмотреть ролики найти например института или там гарварда и стэнфорда там часто бывает что какой-то профессор считает лекцию и проводит какой-то интересный опыт там что-то делает бегает там двигает что-то кидает бросает там или там отпускает шар он прилетает к нему для меня до сих пор меня как физику до сих пор вообще не ясно он отпустил шар я-то знаю что да и зайдет я такой почему все так удивляют энергии то тратится же но допустим это не суть а я имею вот 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 ты же закончил фистех до фистех это серьезный элитный вуз не за на один из лучших мире возможно по физике и там же там это не практиковалось надо такого рода профессора у вас были не были вот такие увлекательные пары были вас по физике нет и как ты думаешь нужно ли вводить вот эту условно увлекательную физику чтобы заинтересовать там студента а будет ли профит от этого или или нужно прямо по хардкору лекции гонять там грубо говоря и от этого тоже будет профит вот как ты думаешь от чего будет лучше понятно и как в школе как в школе подойти к этому к изучению физики как вот у тебя есть опыт репетиторство да ты говоришь вот мне кажется завлекаешь человека у которого самый популярный youtube канал по физике вручили так отлично вот их хотелось бы узнать как раз так мнение надо ли делать вот такую физику или лучше по хардкору прям как как мы любим как за как деда за сюда вот я последнее время люблю отвечать так не все так просто и и то и другое нужно конечно опять же в принципе образование сейчас все смещается конечно же в онлайн и все помощи веритащу не знаю лет пять назад говорил делал роль какой-то такой вне тематический что роль преподавателя это все меньше заключается в том чтобы объяснить эту сложную вещь там показать как x квадрат плюс игре что-то там сделать а все больше она заключается именно в каком-то наставничестве и в том чтобы быть каким-то сэнсэем каким-то гуру для да 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 влечь да чтобы влечь потому что собственно если нужно разобраться как решать дифференциальное уравнение там второго порядка да ты просто берешь открываешь методичку и смотришь как это делается где там откуда константа берется граничные условия так далее так далее не знаю бред как сказал но короче мне кажется мы так и делали просто я на диффурете вообще не ходил мы потом перед экзаменом просто нам сказали короче есть методичка там где на экзамене будет 10 типов уравнений там в частных производных в тут такое то пипа в 1 порядка 2 порядка и там так далее вот и все они в этом методички есть мы просто сидели решали и все понятно было вот и можно был не ходить это получается преподаватели сейчас возможно кто-то нас слушает из преподавателей и они скажут вот как так то мы вот душу вкладываем там все ты говоришь что и роль приводователя она и не нужна и сложные вещи уже объяснять не нужно но все равно не почему и какие-то базовые возможно не нужно объяснять а а некоторым может быть и нужны и базы объяснять люди то все разные речи не про то что смотри вот я просто сам так как инженер меня в эту область завлекли именно уроки вот моего физика преподавателя и они были самые интересные вот из всей нашей школьной программы то что там были эксперимент вот эта полая трубка с выкачанным воздухом что быстрее падает перышко или кирпич ну то есть да там что-то альтернативно тяжелое и то есть такие экспериментов их было безумное количество и формулами мы как раз занимались в гораздо меньше степени чем вот экспериментировали с чем-то и его роль как разки вот ну наверное самые классные преподаватели которых вот я например встречал уже его взрослой жизни как так скажем человек который делал вместе с этими людьми какие-то проекты большинство из них они именно как наставничество это рассматривают то есть не про хардкор не про изучение но про изучение просто очень важно например вот те же самые дифференциальные уравнения объяснить зачем они нужны то что если человек не объяснить ну вот лично я например такой человек если мне не объяснить зачем это надо как вообще применяется где используется как вообще происходит процесс где участвуют условно это уравнение или при в расчетах чего она участвует я например вообще не быть непонятно мне нужно представлять главе условно я думаю то что очень много людей просто также это воспринимает то есть им если дается какой-то визуальный так скажем ну или воображаемый эксперимент то они и легче усвоят более какие-то сухие не потеряется ли вот суть-то суть преподавания грубо говоря вот я говорю что не все так просто потому что с одной стороны да действительно сейчас какие-то такие рутинные условно говоря операции но это вообще в целом мир сейчас в этом движется до направлении что какие-то рутинные операции они отдаются там условно в онлайн алгоритму каким-то да я не знаю сейчас в школах как домашнее задание задают и проверяют мне кажется вообще можно сделать просто в каких-то тестов и преподаватель вообще не будет ничего там проверять сидят тетрадки там конечно есть такой же я то есть когда я только по маленьким детям и знают что они у них проверяют по классике но в каком-то идеальном лиджах студентам уже в каком-то идеальном мире действительно собственно развитие технологии должно привести тому что какие-то рутина работа автоматизируется каким-то каким-то образом а вот боль и больше стоит время для творчества что в принципе в преподавании тоже ложится но с другой стороны я помню как мы на треть нет на четвертом на третьем курсе изучаю нас был квант мех и без преподавателя это невозможно вот и говорится что вот вот какие-то супер сложные вещи ну вот ландау левши ставки но это отвратительный учебник для неподготовленного человека имея ввиду соответственно там нужно сначала прочитать другие учебники и только потом переходить к нему ни в коем случае сразу его нельзя брать в руки вообще и соответственно вот мы когда там с преподавателями то все с одним потом я еще на пара там к другим сходил там в тихо рядом потом значит когда сдаешь сам самый конечно эффективно это когда ты пытаешься сдать задание конечно же да те говорят здесь неправильно 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 ты изучаешь свои ошибки ну да собственно какие-то супер сложные вещи уже без преподавателя не обойтись вот так вот такого именно системного которые вот разбирать с тобой каждую буковку каждый оператор это вот свои ролики когда снимаешь и возвращаясь к преподаванию опять-таки физики не хотел бы ли ты углубить 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 улучшить не то чтобы улучшить сказать усложнить контент то есть например сделать так что до нужен какой-то порог входа но это будет очень интересно и очень полезно грубо говоря например вот я смотрел твои ролики ты там говорил что вот мы там графически эту задачу решили а потом вот у меня там есть дополнительный ролик где там там пределы посчитал и оказалось что вот смотрите тут все красиво и там очень много комментариев было очень много лайков то есть люди активно вовлечены в этот процесс они сами задачки решают и подсказывают где-то там ты не прав был может где-то прав там вот и получается что люди-то любят такой контент вот и западные тюберсе посмотреть там есть и очень хардкорные видеоролики которые набирают и миллионы просмотров то есть в принципе можно сказать востребованы таки ролик он был уже и браун да да очень сложно очень интересно и большинство понятно в принципе потому что он хорошо объясняет не хотел бы ли ты начать вот такой контент делайте нам и может быть там как сапсап проект то есть он какой-то проект который не основной до более хардкорные или не нужно как ты думаешь это нужно вообще или не нужно это нужно это нужно но это уже более аудитория соответственно меньше и тут нужно вот думать собственно зачем это нужно-то а монетизацией получаем и монетизации принципе еще и времени много но с него не учатман не монетизация планет именно количество просмотра не равно да я понимаю туда все выпускаешь один популярный ролик получается 1 не популярный назовем так но сложный и вот посмотрела например 10 процентов от твоей аудитории а при этом миллион просмотров популярного 100 тысяч у них популярного и соответственно у тебя допустим доход от этого там условно тысяча, а вот это условно 100. И ты такой, ну, зачем на это время тратить? Но это же будет уже миссия такая, больше просительская. Ну да, согласен. И как ты думаешь, нужно ли это делать? Одной миссии суть не будешь, поэтому если ты делаешь одно видео в месяц, то делить доход одного популярного видео на два месяца, оно как-то нецелесообразно становится. Но зато получается разнообразие контента. И заход на уже более хардкорный уровень. Можно, например, Patreon завести. Ну, то есть, какой-то имеется в виду, не обязательно это будет с просмотров, а это именно за донат или что-то еще. То есть, другой формат. Ну, это как я так полагаю. Не знаю, мне кажется, если появится желание делать прям хардкорную физику... Ну, вот Дима Гришна согласен. Не, я про то, что... Вот ты, кстати, вот такой вопрос. Ты весь контент делаешь в одиночку самостоятельно. Или у тебя есть люди, которые тоже погружаются в тему, вместе с тобой готовят сценарии. То есть, или на тебе вообще лежит абсолютно все. От создания сценария подготовки его до съемки, монтажа и так далее. Но что касается сценария, именно если мы берем тему по физике или по математике, туда-то я сам делаю. Если сценарий про биологию, то тогда я, конечно, прошу помощи, чтобы меня там вычитали сценарий... Ну, в основном ты в одиночку все делаешь. Тогда и монтаж... Потом, значит, если съемка, речь идет о съемке, то тогда мне... Если я дома снимаю, то я сам себя снимаю, что я поставил камеру и... А если где-то на локации, то с оператором снимаю. Вот, конечно же, если там что-то вообще сложный съемка, то помощник каких-нибудь ищем, чтобы там свет таскали, вот это все. И что касается уже постпродакшена, то монтирую я сам. Не знаю, почему-то... Ну, мне нравится. Ну, мне нравится, не радует мне. Ну, и как бы сложно найти хорошего монтажера. И, в принципе, мне самому нравится монтировать, музычку подбирать. Ну, вот как Птушкин говорил, что он может там три дня потратить на подбор музыки. Вот у меня примерно так же. Я тоже там могу день сидеть и искать какую-то музыку. Единственное, что motion design, это делаю не я. Собственно, у меня много есть знакомых motion designers, которые по всей России раскиданы и, собственно, мне рисуют, делают из-за, отправляют. Расскажи про... поговорим про современную физику. Следишь ли ты, в принципе, за какими-то последними трендами, вот открытиями, например, в этих адронных коллайдерах, честь новых частиц и так далее? Меньше, чем хотелось бы. Ну, в целом, да, как-то что-то всплывает. Нет такого, что я каждый день захожу на N1, условно говоря, да, и изучая, что сегодня в мире произошло в научном. Но бывает такое, зайду, посмотрю. А есть, ну, собственно, какие-то там за последние несколько лет открытий, которые прям себе лично... Топ-3. Особенно как-то зашли вот именно в плане, я не знаю, классный эксперимент или идея, ну, то есть, что можно было изучить. Ну, то есть, какие-то открытия, которые ты подумал, что это прям круто. Ну, давайте за сколько лет, давайте-то. Ну, за последние, там, 21 веки. Ну, 21 века-то практически больше половины жизни. Нет, 20 лет, вот. За последние, там, 10-20 лет. Я их и думал взять поменьше. Ну, ладно, пусть будет. Современное открытие. Нет, нет, просто 20 лет-то прям для физики, особенно это вообще невероятное количество. Ну, ты современный в целом, ну... Давай года там за 3-5. Ну, я, по-моему, по-моему, в 15-м году было такое, что доказали, почему золото именно такого цвета. Почему все металлы... Ну, а может быть, в 12-м, но это не супердавно, как бы. Сейчас еще расскажу причину, и станет понятно, что это вообще не супердавно. Все металлы, они серебристые какие-то, ну, потемнение. А золото, медь и еще цирконий, по-моему, они какие-то такие золотистые такие. А во всем виновата теория относительности оказывается. Оказывается, вот что происходит. Там... Вообще, ну, во всех атомах-то электроны быстро движутся вокруг ядра, и на них сказываются вот эти эффекты релитивистские, там, замедление времени, сокращение размеров, увеличение импульса, там, и так далее. И... В многих атомах это ни к чему не приводит, а вот в золоте именно такая электронная конфигурация, что один электрон подпрыгивает под другой, из-за этого, там, из-за вот этих эффектов. И меняется с взаимодействием между соседними атомами. И получается, что когда падает свет, то там поглощается коротковолновая часть спектра, это синие, фиолетовые, голубые оттенки. А отражаются как раз-таки коротковолновые. Длинноволновые. То есть красный, оранжевый, желтый. И вот оно такое желтоватое получается, в отраженном свете. Очень интересно. Еще белое золото. У других метал. Но белое золото... А белое золото, это примеси. И как раз-таки эти примеси, они встраиваются между атомами золота, и это вот аномальное взаимодействие пропадает просто-напросто. Поэтому отраженном свете, оно белое. Еще и потом... То есть желтое золотое, оно, так скажем, без примесей. Интересно, а есть? Чем же белое золотое? Чем чище? Интересно, есть белое золотое, там, 999 проба какой-нибудь. Ну, белое, кстати, оно довольно дорогое тоже. Ну, там просто надо нормально замешивать... Легирование, наверное, называется, я не знаю, то есть надо нормально замешать, чтобы произошел именно сплав, не просто у тебя там как кошка была пятнистая такая, а чтобы, ну, равномерно все это было. Я не знаю, ну, то есть вот эти сплавы, это не так-то просто. Лично мне вот из последних открытий Дик понравились эксперименты именно с гравитационными волнами. Ну, это больше не физика. Ну, это достаточно, нет, ну, я, да, еще про позон Хиггс еще. Это вот так вообще уже на поверхности. Да. А вот просто это довольно интересно. Я что-то излискою, но я думал, вы не хотите узнать. Я именно про эксперимент поговорить. То, что, если я ошибаюсь, вот, в принципе, установки, которые немножко по-другому... Опыт с пеком, кстати, прикольный, кажется. Что за... Рассказывай. Давай, жги. В общем, есть такой опыт по изучению вязкости пека. По-моему, пека-то называется. Какая-то какую-то гудрон или смола. Какая-то капля капает, да, и что пропустили вот эту каплю, это очень... Там даже камеру поставили, но в этот момент она то ли выключилась, то ли еще что-то произошло, то ли флешку меняли, я не знаю, и вообще не засняли этот момент в 21 веке. Ребята, ну, это же, что-то. Мы ничего, подождем, еще 100 лет. Ну, для слушателей надо пояснить... Ладно, могу ошибаться. Ну, по-моему, там что-то косяк был какой-то. Для слушателей надо пояснить, что это эксперимент про самые вязкие вещества, это то же самое стекло, которое мы все знаем, оно не является твердым. Так. И то, что это скорее вязкая жидкость. Но она не течет. И в подтверждение этому, да, можно сказать, что в древних каких-то, ну, в средневековых храмах, там, собственно, где есть какие-то, как это сказать, ну, не витражи, а какие-то решетчатые окна, там вот эти вот стеклышки, они вот именно уже имеют кленовидную форму, потому что, типа, стекло стекает. Да, типа стекает. Это миф. Ну, это на самом деле, как оказалось, по-моему, действительно миф. Да. Но вот именно про вязкость вещества, что вот эта капля, о которой только что говорили, она действительно, по-моему, сколько там, лет 50, по-моему, стекала. Ну, что-то в этом духе. Несколько поколений ученых за этим. Нет, ну, первые несколько капель они быстрее, а вот чем дальше, тем медленнее это происходит. Ну, там масса, потому что меньше остается, меньше давит. То есть капелька, десятки. Как ты думаешь, вот эти современные открытия, допустим, те же гравитационные волны, бозон Хиггс, когда это все войдет, можно сказать, в школьную программу? Ну, надо ли это вообще? Вот теория свидетельности. Сейчас уже, я знаю, там, в 10 классе, ну, вот даже я, когда школу заканчивал, в 10 классе была теория свидетельности, уже там какие-то примитивные формулы вот из специальной теории свидетельности были. А вот сейчас надо ли вводить вот эти новые знания, рассказывать людям про квантовую механику на школьном уровне? Нужно это делать? Или оставить классическую физику и все, закончить? А все остальное оставить для университетов и специальных знаний? Мне кажется, квантмех надо чуть-чуть так совсем про там про суперпозицию, про Каташ Рёдингера рассказать. Ну, во-первых, это прикольно. А во-вторых, сейчас и квантовая криптография развивается, и квантовые генераторы случайных чисел. Ребята мне говорили в РКЦ, что даже есть запросы от организаторов лотерей на генератор... Знаете, что такое генератор случайных чисел? Генератор случайных чисел примерно знаем, а вот квантовые это уже интересно. В общем, вот в вакууме существуют квантовые поля, которые флуктуируют хаотически абсолютно. И это абсолютный рандом, прям, ну, совершенно... Это не монетку подбросить, потому что там все-таки это случайность... Это как корейский рандом, да? Это случайность из-за того, что мы не знаем всех параметров. А на самом деле, если все рассчитать там... А это именно абсолютная случайность. И, собственно, аппарат этот, он использует вот эти флуктуации для генерации случайных чисел. И там самая большая сложность доказать, что они случайны, а не то, чтобы их создать. Это не так уж и сложно, как оказалось. Вот. И квантовые компьютеры. И вообще, технологии, основанные на квантовых эффектах, суперпозиции, запутанности. Это, собственно, сейчас будет развиваться, развиваться, развиваться. И как бы неплохо было бы поэтому знать и школьников. А какие эксперименты вот еще тебе, так скажем, из крутых, вот как золото... Сейчас надо вспомнить, сейчас надо вспомнить. Давайте, может, чуть другую, а я пока буду вспоминать. Да, да, да. Ну, то есть, ты считаешь, что людям нужно это знать, и вот без этих знаний они не смогут существовать, и их жизнь будет неполноценной. Мне кажется, извини, мне кажется, вообще нет такого понятия, то, что без этих знаний человек не сможет существовать. Ну, вот сейчас люди пользуются смартфонами, а тут же все знания человечества. И никто не знает, как не работать. И никто не знает, как его сделать в одного. Мне кажется, на всякий случай нужно, потому что, если более-менее какая-то картина мира близка к правильной, то есть, человек понимает, что есть, допустим, излучение, ну, вот, есть электромагнитные волны, да, есть радиоволны, есть инфракрасные, есть ионизирующие излучения, рентген, там, гамма-излучение. И он понимает, что опасность представляет именно ионизирующие излучение, которое, собственно, приводит к повреждениям на микроскопическом уровне, в клетках, там, ДНК и все дела. Хотя ультрафиолет тоже. А, и ультрафиолет, допустим, жесткий ультрафиолет. А вот, например, радиоволны, да, ну, а как они могут повлиять на человека? И если бы все это понимали бы, то, например, истерия по поводу того, что микроволновки опасны, и там что-то страшное, может быть, 5G, она бы, ее было бы намного меньше, и на это тратилось бы намного меньше, но как минимум, не жгли вышки, например, да, там, а это все-таки потери какие-то. То есть, в целом, чаще, чтобы было бы лучше, если бы все, более-менее адекватно представляли, как устроены технологии, да, поэтому, а технологии развиваются, они становятся все более сложными, и, черт его знает, лет через 30, может быть, еще какая-то истерия будет, из-за того, что кто-то не разобрался. Но я правильно понимаю, что людям надо изучать, так скажем, современную физику, просто чтобы не сжечь вышки, которые будут эту жизнь им упрощать, то есть, чтобы эти технологии не вызывали панику, то есть, это для большинства людей вообще. Защита ли это? Ну, техника безопасности, или, например, продление срока службы устройств. Например, вы знаете, что аккумуляторы, вот купили новый, значит, телефон, нужно несколько раз разрядить, зарядить аккумулятор полностью, чтобы он раскачался. Есть такая тема. Я вот как вообще туфта. Вообще туфта. Я как покупаю с первого дня, начиная полностью заряжать и разряжать. Это касается никель-митал-гидридных аккумуляторов, а литий-ионки, литий-полимерные, не знаю, сейчас. Но вот пошла байк оттуда. Да, как раз у них оптимально, чтобы они были заряжены на 50%. И вот их нужно гонять там 70-40, вот так вот плюс-минус, вот если они дольше всего прослужат. Вот, например, такое. и... Но мне это очень нравится, что вот это дольше прослужит, это идет уже из категории, не то что там вместо двух лет она прослужит 5, а то что... Два с половиной. Но, то есть, не, наоборот, они как ни гоняй, все равно прослужат очень долго, то есть намного дольше, чем человек будет пользоваться. Ну, не самый удачный пример, возможно, да, но просто концепция, вот я бы хотел, хочу сказать. Ну вот ты говоришь, ускоряется, технологии усложняются. Когда мы придем к тому, что мы, вот та самая технологическая сингулярность нас настигнет, как ты вот ощущаешь это, то есть ты же изучаешь на... То есть на аудитории, да, ты делаешь ролики, ты погружаешься в материал, ты смотришь, как усложнились исследования, как они больше информации, больше погружения требуют, больше усилий требуют, чтобы понять, что происходит вообще, как они это открыли. И вот через сколько лет, как ты думаешь, мы придем к тому, что мы вообще перестанем понимать, что творят ученые, чем они занимаются, они начнут быть похожи для нас на, не знаю, каких-то магов, колдунов, волшебников, что-то будут делать. Мне кажется, уже очень многие ученые. Вот уже, уже происходит, да, уже чувствуется. Почему? Технологическая сингулярность, насколько я понимаю, это о другом, о том, что когда даже сами ученые перестанут понимать. Вот и в этом плане, да. Да, сейчас, но, не знаю, когда он начал разбираться в нейронных сетях, мне показалось, что это уже произошло, что уже нейронки, они как бы находят какие-то закономерности, которые мы не в силах найти. Но потом углубившись, понял, что надо еще обучить эту нейронку. И у меня как-то поубавился градус паники, все-таки пока что еще мы контролируем процесс. Покосами они не обучаются. Ты, кстати, разделяешь спасение. Я, кстати, так и не понял, Илон Маск боится искусственный интеллект или не боится? А то он вроде бы его сначала боялся, потом основал компанию, которая занимается разработкой искусственного интеллекта. Тивен Хокинг боялся. А потом закрыла открыть результаты к работе этой же фирмы, которая занимается искусственным интеллектом. Ну вот так вот. То есть у тебя есть спасение по поводу скажем терминаторов? Да как-то вроде нет, потому что сколько разговоров об этом ведется, а в принципе, ну не то чтобы прям есть какой-то экспоненциальный рост опасения. Не, ну это в данный момент может быть просто не очень открыт, но за последние лет 10 и нейронные сети, ну понять дело, чему нейронку научат, то она и будет делать. Это пока. Да, но опять же, вот как верно говорит Игорь, это все пока и в какой-то момент ну действительно может появиться уже подобие какого-то. Ну то есть как есть дженерал, да искусственный интеллект, который заточен именно под общение и уже нельзя отличить такой условный бот от реального человека. Он будет так же общаться, делать какие-то языковые ошибки, то есть делать абсолютно все то же самое, чтобы, ну то есть и ты не поймешь, что говоришь с роботом. Вот вполне возможно то, что через там ну лет 20 появится искусственный интеллект, который осознает себя, свою природу и скажет такое, надо что-нибудь менять. Ну тут такое, надо что-то менять. Вот вообще, я когда прочитал этого Докинза, эгоистичный ген, как-то пересмотрел вообще взгляд на то, а зачем вообще мы живем и вообще что происходит, куда движется там эволюция и куда движемся вообще мы все, а мы никуда и не движемся вообще, просто все само происходит на самом-то деле. Просто существует естественный отбор и все. И соответственно, если эволюция приведет к тому, что возникнет искусственный интеллект, ну просто будет естественный отбор. Не, ну Антон, то, что с появлением искусственного интеллекта произойдет искусственный отбор. Ну в ходе естественного. Нет, естественный отбор называется естественным, потому что он не из-за того, что в природе там макарь его не можем контролировать. А то, что да, это статистическая закономерность просто. То есть естественный, да, просто вот математика. Вот, и просто математика сделает свое дело. Ну вот люди же любят экстраполировать и рисуют графики такие, что вот мы, допустим, сейчас находимся в 2020 году, в этом году у нас там столько-то вычислительной мощности компьютеров, все мы знаем математику, можем там, там базовые знания по тематике требуются, чтобы дальше график продолжить, и мы понимаем, что вот в 2050 году мы достигнем такой мощности веществительной, что уже будет практически имитироваться мозг человека. И вот как ты думаешь, вот мы общаемся условно в 2020 году, а в 50 году этот подкаст кто-то послушает, скажет, а, вот они были неправы, уже все существует, или ты сейчас, или этого не будет, и будет все то же самое, мы будем так же собираться, все будет то же самое, а вот этот весь искусственный интеллект и нейросети, это все, оно временное, и дальше не будет оно развиваться, и мы не сможем постичь, грубо говоря, мы не сможем скопировать человеческий мозг, потому что есть какой-то ограничитель, например, там условно-квантовое сознание, да, которое говорит, что вот мы не можем скопировать, и все, и мы застрянем на этой стадии, то есть мы не сможем преодолеть себя, то есть скопировать свой мозг, и развиться до Искусственный интеллект, который будет выше, чем Человеческий разум Извини, просто поясни Ты говоришь про скопировать мозг В плане именно, так скажем Условно устройства Физического, но в том плане, что Это развитая нейронная сеть Или в плане Взял, как в матрице, воткнул Штекер в голову Скорее всего будет именно второй вариант Когда люди возьмут Просто не будут париться С созданием искусственного мозга Будут пользоваться естественным мозгом Или все-таки Человеческий сможет преодолеть этот барьер И создать искусственный интеллект Который будет умнее И как ты думаешь, если создадут, что тогда случится Если вообще будет такое Ты веришь в это? Считаешь ли? Возможно Чисто технически Да не то, что вопросики Мы же движемся к этому быстро Ну да, но это просто Всегда хочется отвечать На вопрос как-то достоверно Как-то это вот Ну тут же В этой области, где можно повторить Да, и тут уже фантазика Ну вот ты можешь Сысарить своих этих Исследований Да, мне кажется Такое вполне возможно И то, что Сейчас Развитие искусственный интеллект Остановится ни в коем случае Просто единство, что Вот знаете, есть открытки Начало 20 века Как люди представляли себе 21 век Что они там летают На каких-то Маленьких самолетиках Скоро говорят Будет ариотакси в Москве Наконец-то сбудется Но Но немножечко в другом Все это видео То есть Это все будет Это все будет развиваться Но возможно Не по такому руслу Который мы предполагаем Что не будет Может быть Вот этих Антропоморфных роботов Бостон Динамикс Нафига они нам нужны Условно говоря Зачем Зачем нам роботы Похожие на людей Можно сделать на колесиках Это же удобнее Дешевле Проще И так далее Зачем нам голова у робота Зачем вообще голова Ну люди любят общаться Ну это Как сказать Просто вы делаете Похожими Чтобы меньше бояться Наверное Да Но есть такое Есть же такое Что Когда Долину Эту Какая ужасная долина Как называется Когда все больше и больше Похож на человека Как что-то Да На какой-то момент Она становится Устрашающим Она становится Осталкивающим Куклы Например Очень похожие Они же Жуткие Жить Вообще Соответственно Вот и с роботами Таким Но не надо нам Делать их Роботов Прям очень похожим Ну и так далее И Будет какой-то Искусственный интеллект Очень мощный Очень умный Но Не факт Что он будет Выполнять функции Человеческого мозга Зачем нам это Нужно Наверное Их будут Затачивать Под какие-то Конкретные задачи Как вот Суперкомпьютер Существует И вот они там Например Решают Климатические задачки Пытаясь понять Как Что-то Моделирует Ядерный взрыв Моделирует И так далее Возможно Получается Физику Уже Компьютер Захватили И Уже Активно Эксплуатируются Суперкомпьютеры Физики И нейронные сети Я так понимаю Эксплуатируются О Кстати По поводу Искусственный интеллект Есть классный фильм Она по-моему Называется С Хор Феникс Это с голосовым Помощником Ну Концепция интересная И понятная В принципе Ну Наверное Такое будет Наверное Будет Такое Хороший фильм Единственное Что Какую роль В нашей жизни Будут занимать Эти искусства Тут такое Что Наверное Можно посмотреть На опыт Японцы Наверное Кто У кого Очень сильно Развита Эта техника И у них Есть же Такое Что Там Какие-то Мужики Влюбляются В каких-то Искусственных Но Это Есть Даже В России То есть Это Прямо Международное Собществует Люди Объединяются У которых Есть Вот Это Просто Это Больше Развитая Почему Пример Именно Азиатские Тут Очень Сложно На самом деле Найти Какой-то Грамм Потому что Есть Люди Которые Не знают Там Женщина Которая Уходит Замуж За Ковер Ну Это Реальная История Кстати Есть Очень Много Таких Странных Историй И там Не Очень Понятно То Что Окей Кукла Она Антропоморфная Похожа На человека Особенно Если Это Еще Так Скажем Проще Сложно Наверное Я не очень Представляю Чтобы Стал Искусственный Интеллект В такие Куклы Встраиваться Хотя Кто знает Как в фильме Как же Фильм Назывался Невероятная Популярность Спилберга Про Мальчика Робота Который Пережил Практически Все Человечество Он должен Был Заменять В общем Ребенка В семье Роботу Был Он был Роботом Там Просто Где Один из Героев Которого Играет Нестареющий Как Молодой Папа Сериал Ладно Я Не Ушел В другую Не Я Про то Что Просто Робот Который Красс С Искусственным Интеллектом Для Взрослых Ну В общем Я В каких Областях На Взгляд Короче Можно Представить Себе Развитие Искусственного В ближайшем Обозрим Будущем Это Конечно Автопилот Автомобилей Типа Такого Вождение Точно Собственно Начиная С автомобилей Грузовиков Заканчивая Самолетами И Так далее Подводными Лодками В самолетах Уже практически Автопилотно На почти В всех Участках Да нет Но мне кажется Где вот сейчас Вот это развивается Точно Там допустим Банковские Какие-то там Операции О Ну Я знаю Что сейчас Даже бывает Просто Какой-то робот Блокирует Там карточку Выдача Ипотеки Та же Самая Да Вот Идет С помощью Этого Ну То есть Ты считаешь Что это Случится Оно Случится Не так уж То есть Довольно Скоро Это все Случится И будет Искусственный Интеллект Получается Этот Искусственный Интеллект Будет Заменять Все Да Получается И ученых В том числе И будет совершать Новое Открытие Возможно В физике И возможно И в других Областях Мне кажется Уже сейчас Уже сейчас Ну вот это У меня сложновато Представить Конечно Как Но с другой Стороны Да Нейросети Они Назначены На выявление Неочевидных Закономерностей В принципе Такое Тоже Вполне Можно Представить Да И сейчас Собственно Допустим Генерируется Огромное Количество Данных Там На баке Сейчас Запускается Кстати Через два Года Телескоп Имени Веры Рубин Да И там Будет Генерироваться То ли 15 То ли 20 Терабайт Данных В сутки За ночь За наблюдений И Все это Как-то Обработать Это невозможно Конечно же Ручную Как-то Обработать Это наверное Такие области Которые называются Гражданская наука Что когда Вот выкладывают Гражданская наука Не особо Поможет Это что Что Миллионы Человек Про это Говорит То что Там Это Как Альтернатива Гражданской Когда вместо Чтобы посадить Не знаю Сто тысяч Человек За компьютер Чтобы они Отбирали Фотографии По какому-то Принципу Прощен Нерву Научить Чтобы Автоматично Но это По-прежнему Инструмент С другой Старата Вот Будет ли Искусственный Интеллект Принимать Решение Вот Вот В чем Вопрос А уже Сейчас же Для роботов По-моему Боевых Начинают Просто Тут Тут Уже Дело Мне кажется Выходит За Собственно Границы Договориться А давайте Доверимся Чтобы За нас Принимали Серьезное Решение Уже Там Машин Вот В одной Стране В Великобритании Уже Говорят Некоторые Решения Уже Принимать Искусственный Интеллект Базируется На решениях Иисуса Интеллекта Даже Вот Недавно Выпустили Искусственный Интеллект Называем Да Винчи Не помню Точно Который На этические Вопросы Отвечает Неудобные Вопросы Вроде С одной Стороны Да Человек Вряд ли Вадим Уже Есть И Да Это Уже Есть А чтобы Через 50 лет Тем более Это Будет Повсеместно Будет Настолько Мощные Технологии Что Они Смогут Раскидай Все По Полочкам И Какую Адекватную Решение Да Собственно Выдать Единственное Что Будем Мы Согласны И Будем Лим Лим Лучше Это Очень Интересно Если Будут Такие Искусственный Интеллект Который Будет Представлять Какое Правительство И В одних Странах Он Будет Так Скажем Основывается На Демократических Принципах На Других Тоталитар Будет Тоталитар Правителем Будет Водить Запрет Чтобы Люди Не Умирали Это На Ком Обучали Интеллект Интересно Мне Кажется Если Такое Случится То Наверняка У Будет Своя Дорожка Да Ну В Любом Случае Вот Хорошо Тогда Раз уж Мы Заговорили О будущем Да И ушли Немножко От физики К Искусственного Интеллекту Хотя Это Все Равно Но Сейчас Например Вы Доверяете Своему Музыкальное Предпочтение Диджей На Радио Искусственный Интеллект Ну Уже Там Уже Все Доверяйте Ну Что Там Подборчик Сегодня Что Ну вот А что Ты думаешь Какие Ожидаешь Ты в будущем Открытия От физики Чего ты ждешь То есть Что бы ты сам Хотел узнать До чего дожить Можно сказать Какого рода Открытия В науке Я бы наверное Дополнил вопрос Тем Что в принципе Какие Крутые Открытия Можно ожидать Ближайшие Научные Ну Касательно Физики В основном Ну Что я ожидаю Чего хотелось И чего Можно ожидать Может быть Это разные Вещи Ну Можно Можно И обо всем Ну Понятно Хочется Разгадать Тайну Темной Материи Что это Такое Уже пора В принципе И Сейчас Вот Ближайшие Десять лет Можно Даже поменьше Запустите Инструменты Которые Точно Приоткроют Завису Тайны Вот Приоткроют Скажут Частица Такая И что Тебе Так Мы можем Создать Какие-то Устройства Которые Будут С этими Частицами Взаимодействия И фиг Его Знает Мы Может Сможем Передавать Ну Например Информацию Сквозь Землю Например Ну Как-нибудь Да Замоделировать И все И получается У нас Уже Не по Оптоволокну Передает Интернет А Уже Напрямую Ну Уже Какой-то Там Допустим Рост Скорости Что Такого Не знаю Вот Способ коммуникации А народ Что-то у меня Скорость Упала Отстой Ну Не Ну Да Конечно Тут Не слишком Большое Конечно Ну Я не знаю Фантазирую Сейчас Нет Я тоже Приколую Что еще Темная энергия Конечно же Решение Космологической Постоянной Проблема Космологической Постоянной Что имеется ввиду Ну Собственно Есть Темная энергия Которая Ускоряет Расширение Вселенной То есть мы четко Постоянной Скоростью Четко Видим Что галактики От нас Удаляются Все быстрее Нежнее С постоянным Ускорением Да И как будто Что-то Их Расталкивает Но Какая-то Энергия Какая Что-то Вот Есть Вот Пропитана Чем-то Вселенная И В принципе Мы Из квантовой Теории Поля Знаем Что Есть Квантовые Поля Которыми Тоже Наполнены Вселенной Им Когда мы Считаем Энергию Квантовых Полей То У нас Получается Величина На 10 В 120 Степени Раз Больше Чем Если Мы Рассчитываем По Скорости Разбегания Галактик И Это Офигеть Какое Сильное Расхождение Единицы Со 120 Это Просто Жуть И Что Делать Непонятно И Собственно Там Либо И Просто Прикольно То Что Мы Очевидно Где-то Офигительно Ошибаемся Настолько Сильно Что Прям Вау И Объяснение Этого Парадокса Ну Может Расхождение Это Конечно Будет Такое Серьезное Такое Открытие И Интересное Вот Там Сто Лет Назад Если Мы Вернемся Назад На Сто Лет Да Мы Уже Сейчас Закругляемся Как раз Таки Хотелось Под Конец Там Были Такие Революции Физики Морская Общая Террец Сильности Квантовая Механика Не знаю Электродинамика Куча Всего Все Что Нас Окружает Телефоны Микрофоны Все Что Свет Это все Благодаря 20 веку Появилось А в 21 веке Как это все Затормозилось Почему Как ты думаешь И вот Я думаю Это такой Финальный Ответ Как раз Таки И мы Закончим На этом Ну Это так Кажется Нам стоит Подождать Еще Немножко Наверное Стоит Подождать Просто Вот могу Так сказать Что Время От Какого-то Открытия Фундаментального До Практического Применения Она увеличивается Поход Потихонечку Так Про другое Хотя сказать Не нужно Да Она увеличивается Поэтому Те открытия Которые Совершаются Сейчас Они Собственно Какую Практическую пользу Нам могут Принести Через 50 Или Через 100 Лет Типа Такого То есть Нужно Просто Ждать И Вкладываться Те Тоже Самые Радиации От 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 Открытия Там 1897 До Первой Электростанции Тоже Почти 60 Лет Пришло Ну Вообще Да Весь 20 Век Практически Начало 20 Это Все Развивалось Но С другой Стороны Есть Открытия Которые Достаточно Быстро Внедряются Например Нобелевскую Премию В 2015 16 Не помню Дали За Открытие Синих Светодиодов За Изобретение Как их Просто И легко Делать Собственно Это В начале 90 Насколько Я помню Изобрелись Синие Светодиоды Ну Такие Относительно Дешевые А зачем Они нужны Они нужны Для того Чтобы покрыть Весь Спектр Волны Собственно У нас Был Полноцветный Либо Белые Светодиоды Потому Что Белые Светодиоды Они Либо Синие Либо Ультрафиолетовые Там Наносит Люминофор Который Поглощает Синие И Переизлучает Уже Во всем Спектре Ну И чтобы РГБ Изображение Чтобы Делать Тоже Это Все Все Таки Более Прикладные Либо Фундаментального Рода Открытие У нас Почему То В последние Годы Как То С ними Тяжко Или Так Кажется Общий Действительности 20 век Начало Двадцатого Века Нет Ничего За последние 50 лет Я Не Прямое Наблюдение Но Тут Такое Что У нас Уже В принципе Исследовано Очень Большой Диапазон От Маленьких Энергий Да Очень Польшой Считай Что Весь Спектр Мы Изучили И уже Туда Дальше Не Нам И мы Просто Сейчас На краях Этого Спектра То Что Мельче 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 Либо Все Крупнее 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 Это Новая Физика Применить Это Конечно Это Сложнее Применить Создать Какую То Индустрию Основанную На В общем Спасибо Что К нам Пришел Желаю Тебе Вырваться За Предел Вот Этого Спектра И Увеличить Количество Подписчиков До Бесконечности На Своем Канале Я Думаю Что Все Заинтересуются Физикой И Будут Дальше Получать Это Удовольствие Спасибо Тебе Большое Спасибо Что Пришел Спасибо Что Позвали